Учебный центр Федеральной службы исполнения наказания межрегиональный. Здесь обучают бойцов офицерских спецподразделений со всей страны. Сейчас подготовку в сочинском спецназе проходят отряды Адыгеи, Крыма и Тамбова. Действует здесь и снайперская школа. Участок земли под стрельбище защитникам Отечества выделил город. Сегодня полигон на пластунке единственный в своем роде. Отличаются профессионализмом и сами сочинские спецназовцы. Начальнику учебного центра Красная Поляна в День защитника Отечества глава города вручил президентскую грамоту к памятной медали Симней Олимпиады в Сочи. День защитника Отечества в России это общенародный праздник. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине. И, конечно, вы достойные представители этой замечательной специальности служению Отечества. Спецназ Федеральной службы наказания, он несет главную свою задачу это обеспечение правопорядка и охрану наших граждан и горожан от преступников. И во все времена роль этой специальности была достаточно высока. Свою главную роль спецназовцы видят и в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. По давней традиции 23 февраля в учебном центре проходит День открытых дверей для школьников и воспитанников военно-патриотических клубов. Рассказываем о деятельности нашего центра по подготовке спецназа, о деятельности спецназа, чтобы прививать любовь и уважение к людям военным, носящим погоны. Ну и, в первую очередь, тем, кто стоит на страже безопасности своей Родины, своих граждан. Рассказываем о технике вооружения, показываем все, что у нас есть в наличии. Даем потрогать специальную технику, БТР. Детям это очень нравится. В восторге ребята были и от показательных выступлений. Подростки впервые увидели спецназовцев в деле. Юным гостям продемонстрировали образ современного защитника. Это должен быть, в первую очередь, высокоинтеллектуальный человек, который может не только в спортзале жимлежа соточку пожать, но и в то же время работать и с компьютером, и с программами, и с интернетом. Перестрелка, борьба с оружием и с применением подручных средств, освобождение заложников, задержание террориста. Гостям учебного центра по подготовке спецназа продемонстрировали самые разные ситуации, в которых приходится участвовать бойцам. И здесь, как в реальной жизни, все до победы и без потерь. А о том, что в спецназе все серьезно, говорит и тот факт, что фамилии бойцов под грифом секретно. Это призвание. Спецназам нужно родиться. Это в душе. Это вот здесь. Дай бог, конечно, чтобы не прозвищали реальные выстрелы с боевыми патронами, но мы тем самым дали сигнал такой маленький и ответственен для нашей молодежи. Не расслабляйтесь, потому что вы наша достойная замена. А нам не все равно, с чьей руки передавать нашу огромную большую страну. Защищать родину можно и не на рубежах. Внутри страны также нужны военные патриоты. И школьники осознали это в полной мере. Было так захватывающе. Мне все понравилось, даже слов нет. А вы же будущие защитники Отечества? Пойдете в армию служить? Так точно. Нам слишком много тогда будет трудного, но мы все равно постараемся это сделать. Ради нашей страны, ради всех людей, которых мы будем защищать. Пока же будущим защитникам предложили отведать солдатской каши. экскурсия завершилась на полевой кухне. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.